Стрекозы могут летать в любом направлении. Вперед, назад, в стороны. Это самые быстрые летающие насекомые. Их скорость достигает почти 100 км в час. О братьях наших меньших подробнее у рубрика «Уши, лапы, хвост». Как понять язык кота? Краткий, человеко-кошачий словарь. Научись понимать своего кота с полумяу. Итак, если кошка поворачивается спиной и поднимает хвост... Неверный перевод. Я знал, что она меня презирает. Даже вискос со вкусом валерьянки не помог. На самом деле, да, она предлагает тебе ее обнюхать. Строго говоря, ты не обязан этого делать, но в кошачьем мире это знак уважения и доверия. Обижаться особо не на что. Лезет на кресло, едва ты ушел. Неверный перевод. Считает тут себя хозяйкой, а попробуй согнать, сразу нагадит. На самом деле, она просто ищет место, где сильнее всего пахнет хозяином и где хороший обзор. Запах хозяина ее успокаивает. При этом кошку можно спокойно снять с кресла, переложить на другое место и усесться самому. Она уснет, где положит. А если все же испортит потом ботинки ценой в ледокол, то это месть за что-то другое. Напоминай. Шмыгает мимо тебя, втянув голову в плечи. Неверный перевод. Торопится куда-то, наверное, во двор завезли новых голубей. На самом деле. Можешь начинать обыск собственного жилья, потому что кошка так себя ведет, если что-то натворила, и расплаты не миновать. Для начала проверь, целали не запертая еда. Затем съедены ли уже комнатные растения или только обкусаны. Топчет твой живот передними лапами. Неверный перевод. Похоже, она собирается рыть нору. Сейчас кто-то пострадает, и это буду не я. На самом деле. Топтание – признак горячей кошачьей любви. Это инфантильное поведение. Котята так массируют материнский живот, чтобы не было перебоев с молоком. Еще кошка может боднуть тебя в лоб, а это значит, что животное счастливо, и ваша совместная жизнь прекрасна. По крайней мере, для нее. Сидит спиной, встает, проходится и снова садится спиной. Перевод неверный. Совсем про меня забыла. Дернуть ее за хвост, что ли? На самом деле, если кошка упорно поворачивается спиной, но не задирает хвост, она обижена на невнимание и хочет, чтобы ты уговорил ее пообщаться. И если аналогия с каким-то другим млекопитающим в доме показалась пугающей, вот тебе еще. Когда кошка встает, чтобы пройтись, и снова садится спиной, она хочет, чтобы ты ее заметил. Следующая стадия привлечения внимания – раскиданная по дому содержимое лотка. Активно машет хвостом. Перевод неверный. Как и нравится этот новый пылесос в форме огурца, надо включать почаще. На самом деле, она близка к панике. В отличие от собаку, добродушно настроенной кошки, хвост стоит торчком и кончик слегка загнут. Машет она им только в состоянии сильного душевного волнения, за которым идет скандал и закупка опытовой партии зеленки для лечения царапин. Субтитры создавал DimaTorzok